Какие параметры в такой нейронной сети мы сможем настраивать? Во-первых, это веса, которые взвешивают входные значения в первый и единственный в этой нейронной сети скрытый слой. Эти веса будут отвечать за то, насколько круто будет расти соответствующие сигмоиды. Если, например, значение веса будет большое, например, вот этот вес большой, это означает, что сигмоида, которая получается в результате работы первого нейрона, будет выдавать сигмоиду, которая будет очень быстро переходить от значения 0 к значению 1. Если, например, W2 первого слоя будет меньше, чем W1 первого слоя, это будет означать, что вторая сигмоида будет расти медленнее, чем первая сигмоида. Кроме весов первого слоя, мы можем в этой сети также настраивать смещение первого слоя. Смещение первого слоя будут регулировать, насколько влево или вправо сдвинуть соответствующую сигмоиду. Если, например, первое смещение будет достаточно большим положительным числом, это означает, что мы эту сигмоиду смещаем далеко влево. Если значение смещения будет большим отрицательным числом, то это означает, что соответствующую сигмоиду мы сносим далеко вправо. Кроме весов первого слоя и смещений первого слоя, мы можем настраивать веса и смещения второго слоя. Что будут делать веса второго слоя? Рассмотрим сигмоиду. Сигмоида это функция, которая переходит между нулем и единицей. При минус бесконечности она равна нулю, при плюс бесконечности она равна единице, и она монотонно возрастает. Если мы домножим такую функцию на некоторое значение W, то такая функция изменится, и теперь она будет возрастать от нуля до значения W. Таким образом, веса второго слоя будут обозначать амплитуду соответствующей сигмоиды. И помимо весов второго слоя, мы еще можем настраивать смещение второго слоя.